В начале Великой Отечественной основные силы бросили на защиту Москвы. И когда осенью 41-го в Курск вошли немцы, свой город, жителям пришлось защищать силами народного ополчения. Одна из самых щемящих сердца истории связана с именами Филиппа и Стасика Меркуловых. Отец и 11-летний сын стояли на передовой вместе. Вместе и погибли. Каждый год у их могилы и памятного знака плачет дочь и сестра Эльмира Кушенко. Необыкновенное имя Эльмире Филипповне подарил отец. Когда он давал имена, он Стасика назвал Слава. Слава Сталину в то время это было самое волшебное слово Сталину. Сестру назвал Воля, а меня назвал Эльмира, потому что в этом слове мир. И он хотел, чтобы этот мир существовал очень долго, но, к сожалению, нет с нами. Я очень-очень горжусь им обоим. На оборонительный рубеж вышли тысячи человек. Самые обученные люди, необученные и безоружные. Они знали, что на войне важна каждая минута и выиграли для Красной Армии целых три дня. Фашисты получили Курск тяжело и не без потерь. Они были здесь установлены на несколько дней силами плохо вооруженных ополченцев. Людей, на вооружении которых были лишь бутылки с зажигательной смесью, это винтовки трофейные. Вот все, что они могли сделать, это отдать свою жизнь за свой родной город. Они построили 28 баррикад, выкопали десятки противотанковых рвов, создали 43 узла сопротивления. Память героев увековечили в областном центре. Например, на доме, где жил ополченец Степан Николаевич Гуляев в 2012-м установили мемориальную доску. Этого добились внуки, которые до сих пор собирают и бережно хранят информацию о своем отважном деде. Подбираем по крупицам. Разве что я это портрет его написал, я по образованию художественно-графическим кончил, я написал портрет его большой такой. Анна Пикулина, Сергей Дорохов, Телеканал 7.